неделя с момента задержания фургала а путин так и не отстранил его от должности по крайней мере эта информация не проходила александр почему он этого не сделал может он вообще не в курсе того что происходит в этом городе сейчас но если он не в курсе того что происходит то это конечно довольно странно но ложится в общую канву версии о том что он в своем бункере вообще ни о чем не знает хотя конечно я думаю он знает даже сидя в своем бункере я думаю что это просто-напросто его советники там администрация президента ему советуют оставить условно говоря вилку выходы чтобы мало ли может быть с него снимут обвинение и он такой триумфально возвращается как один из сценариев может быть я не знаю он этого не делать чтобы ну лишний раз вообще не подсвечивать эту тему поэтому но я все-таки думаю это просто для того чтобы дополнительные сценарии выходов из этой ситуации были вот и все то есть думаю что он знает я думаю что он все-таки знает об этом и и это его очень сильно напрягает о том что происходит вообще в целом хабаровске я уверен что он прекрасно знает и он этого очень сильно боится а как ты думаешь в какую сторону все-таки пойдет следствие исходя из того что город продолжает входить на улице ну здесь следствие будет вести себя очень конъюнктурно куда ветер подует так следствие себя и будет вести сколько людей выйдет на улицу так следствие и скажет как бы все зависит от того насколько люди проявят активности сколько их выйдет вот сегодня вышло огромное количество там кто-то говорит от 50 до 80 тысяч человек это для хабаровска для населения хабаровска в соотношении с населением это колоссальный цифр хабаровчане вообще красавцы но дальше все будет зависеть от того как поведет как поведут себя люди удастся их расколоть удастся их выхолостить как-то или не удастся или они все-таки проявят сплоченности ответственности все зависит от того как поведут себя хабаровчане наконец-то люди что-то решают хотя бы так это единственный способ который нам оставили как бы влиять как на политику выходить массово на улице все больше у нас никаких способов нет несут ничего все это абсолютно вся эта власть воров держится на всем нелегальном остается только выходить и показывать свою численность что и сделали хабаровчане почему федеральные сми молчат они естественно будут молчать потому что путин боится этого они будут молчать чтобы не показывать никакого примера другим регионам если федеральные сми это покажут даже в нейтрально или даже в негативном ключе очень много людей прекрасно в стране все понимаем что происходит и когда они увидят это по федеральному тв они могут просто напросто не дай бог устроить то же самое у себя в регионах думают люди в кремле и на федеральных каналах никто не хочет разумеется терять властью когда ты воровал 20 лет и вдруг тебе маячит перспектива смены ты понимаешь что потом тебя схватят за одно место когда сменится власть именно поэтому их и надо регулярно менять обязательно этого они сейчас очень боятся и федеральным сми конечно же они этого никогда не покажут а если и покажут то только в уничижительном владимир соловьев твой однофамилец о событиях в хабаровске освещение этого сми сказал цитирую а почему их должны показывать а если показывать не так как вам нравится например всю эту пьяную погонь по ночам и все эти омерзительные картины пьянок разборок то будете говорить зачем вы вырываете это все из контекста и показываете кусочки ну вообще слова этого помета очень сложно комментировать к сожалению да мы с ним действительно носим одну и ту же фамилию слава богу ничего общего не имеет говорит он это по простой причине его у него бомбит от того что реально обычные люди вышли на улицу у него не укладывается это в голове в его пометные вообще загаженной потому что он везде видит только врагов вот ему везде вот кажется что если что-то с ним не согласно и делают люди значит вот они погонь как он выражается хотя здесь погонь только он разумеется погони все вообще что мерзко он говорит он может только про себя сказать он абсолютно не прав в своем высказывании что почему вообще их должны показывать это и должны показывать федеральные сми потому что это жизнь страны они его такого вообще просто дерьмо ведущего и вообще непонятно что из себя представляющим и когда власть сменится как раз таки такие как он не будут пользоваться никакой популярностью вообще абсолютно и будет очень отчетливо видно что его никто не смотреть не будет он причем он может снимать дальше своей говно передачи чего угодно может дальше делать это просто не будет пользоваться никакими спросом ничем потому что никому не нужен он и сейчас никому не нужен просто у него колоссальные бабки из федерального центра и это все заливается в него и дело он намеренно делается каким-то там ньюсмейкером и так далее и становится все более его высказывание становится все более тупыми агрессивными и так далее кстати он сам попал в эту ловушку дальше чтобы привлекать внимание к себе он вынужден все более тупые тупые вещи говорить он это понимает я думаю он это понимает потому что он очень хитрый мерзавец и очень такой властолюбивый такой подлец который и деньги любит и то что вот он очень за самовлюбленный и любит внимание к себе и вообще живет в каком-то коконе где якобы вот он просто идеальный какой-то человек которого любят люди ни черта его никто не любит господи он соловийный помет и вообще в прошлый раз тобой затронули тему что люди людям свойственно убеждать себя в том что они делают он убедил себя в том что он делает право абсолютно точно по крайней мере внешне он себе идеально убедил в том что он правильно это делает и ему есть что терять у него колоссальные деньги он получает от этой власти у него и дома на озере кома как бы его благосостояние полностью зависит от того как он вылизывает хорошо ли он вылизывает этой власти поэтому он конечно же себя убедил в том что он все правильно делает и он будет придумывать всякую чушь что хабаровчанам платят за то чтобы они выходили на митинги что вы всем кто вообще там против путина или против него им обязательно кто-то платит. И себя он в этом будет убеждать очень-очень сильно и очень эффективно, потому что его самооправдание, его «я-концепция», конечно, его выставляет как абсолютно право во всей этой истории. Ну и плюс за этим, как я уже сказал, стоят колоссальные деньги. Вернемся к событиям в Хабаровске. ФСБ заявило, что предотвращен теракт. Полиция рапортует о том, что задерживаются протестующие с ножами, с бутылками и так далее. В город, накануне эти видео есть в интернете, зашла военная техника. А мэр Хабаровска, тоже пару дней назад, Сергей Кравчук, заявил о том, что многие участники приходят на митинги за деньги. Александр, что все это такое? Это стандартное поведение жуликов и воров, которые находятся у власти и чувствуют, что под ними зашаталось кресло. Этот же мэр, который говорил, что вышли якобы за деньги, сегодня, когда вышло от 50 до 80 тысяч хабаровчан, сразу переобулся. Сразу начал говорить, вы меня не так поняли, все СМИ перевернули, я не это имел в виду и так далее. И это очень правильно, что хабаровчане вышли в таком количестве, потому что как только их число будет увеличиваться протестующих, власти заговорят совсем по-другому. Это очень даже прямая пропорциональная связь есть между количеством вышивших. Итог, какую риторику, собственно, поддерживают власть имущие. Поэтому их нужно держать вот здесь вот. И хабаровчане пока правильно делают, и у них пока это получается. Но ты правильно отметил, что в город вошли военные. Это все попытки, естественно, все это задушить. И у них сценариев очень много. Сценариев огромное количество, начиная от тетушек, использования провокаторов, маргинализации протеста, заканчивая силовым разгоном и так далее. То есть у них, к сожалению, есть инструменты для любого сценария. Поэтому хабаровчан может спасти только массовость, которую они, собственно, и демонстрируют. Они должны обязательно демонстрировать единение и ни в коем случае не дать себя раздробить, увезти куда-то, как сейчас, к сожалению, у них и происходит. То есть эти попытки предпринимаются расколоть именно протесты? Конечно, это видно на любом, в принципе, протесте, на любой акции. Которые вот, ну, в Москве это происходило сотни раз. Мы видели, мы уже даже легко распознаем эти группы лиц организованные, которые приходят и начинают немножечко вносить такую какую-то смуту. Ребята, мы вас здесь поддержим, но давайте вот, либо уже давайте что-то делать там радикальное, либо вот, я не знаю, или почему вы там что-то говорите про Путина, а про это не говорите. И они начинают какую-то вносить сумятицу. И во время прошлого сбора подписей против итогов, сфальсифицированных итогов общероссийского голосования тоже была такая группа. И они прикрывались плакатами якобы в поддержку Фургала, но действовали очень, то есть им постоянно кто-то шептал, что делать, они выходили, фотографировались, потом они начинали говорить, что, мол, давайте не будем кричать ничего там про Путина, зачем нам про Путина кричать, если у нас там другие какие-то проблемы. То есть какую-то муть они делали. Один из них все время кричал, пошли на Кремль, другой кричал там, предлагал дороги блокировать, при том, что это абсолютно, ну, как бы видно было, что они организованная группа лиц и делают это с какой-то определенной целью. То есть это не просто активисты, которые действительно хотят там. Кто ими управляет? Я думаю, им управляют разные группы в околовластных структурах. Всегда у каждой околовластной структуры есть свои провокаторы, свои сценарии взаимодействия с протестующими. Кто-то использует тупую силу полицейских и их стукачей, когда, например, нужно, вот как Петра Верзилова нужно было арестовать. Для этого был использован полицейский стукач, который просто бежал на улице рядом с Петром Верзиловым и кричал матом, и забрали в итоге обоих за нарушение общественного порядка, но арест дали только Верзилову. То есть в нашей стране мимо тебя могут пробежать, крикнуть что-то матом, и тебя арестуют там на 8 суток, на 15. 15 Верзилову дали суток. И кто-то использует таких вот провокаторов, достаточно тупая, но и спробованная техника. Кто-то использует провокаторов похитрее, которые делают вид, что они вот там протестующие и так далее. Кто-то использует просто силовые разгоны. Вот везде по-разному. Вот в ситуации с Хабаровском, здесь главную скрипку будет играть со стороны власти силовики, ФСБ, МВД, либо аппарат администрации президента? Я уверен, что главную скрипку будут играть, к сожалению, силовики. Потому что, в общем-то, они эту кашу заварили, арестовал Фургала. Я думаю, им даже не то, что Путин им скажет и расхлебывать это дело. Просто-напросто у нас, может быть, кто, если кто не знает, у нас всей социологией и важными данными, реальными, правдивыми, которые засекречены, занимается ФСО, Федеральная служба охраны. Путин полностью слушает ФСОшников, они занимаются всякими опросами и так далее. И, соответственно, ФСО тоже силовики. Они могут в спайке, я не знаю, с ФСБ, может быть, заниматься сейчас проблемами Хабаровска. Если это так, то это плохо. Потому что среди силовиков очень много кондовых, совершенно ни черта не понимающих, оторванных от реальности людей, которые сами верят в те помои, которыми они кормят людей. Про то, что мы там осажденные криви, а по стилу там это. Кто-то из них реально уверен, что это госдеп денег заплатил каким-то хабаровчанам. Ну, просто идиотизм вообще. Ну, какой госдеп, блин? Хабаровчане наконец-то показали себя, что называется, свой нрав, свои запросы. И, естественно, сразу они не могут, в их тупых головах не укладывается, что это может быть искренне. Они сразу ищут какую-то причину, что вот заплатили. По себе судят, реально, потому что они-то везде все платят, чтобы как происходило. Ничего не происходит у них по добровольному началу, абсолютно. Вот и все, вот и все причины. Да, я бы хотел обратиться к хабаровчанам. Хабаровчане, вы большие молодцы, но будьте осторожны. К вам приехало огромное количество людей, которые будут вносить смуту в ваши ряды. И будут делать все, чтобы протест раскололся с одной стороны. Чтобы протест маргинализировался. Они будут делать так, чтобы про вас написали плохо. Они будут от вашего имени что-то говорить, чего вы на самом деле не говорите. Будьте осторожны, проявляйте очень большую бдительность. Они всегда выглядят как группы лиц, организованные. Всегда думайте самостоятельно, прежде чем что-то делать. Всегда подвергайте все критическому анализу. Не ведитесь на какие-то приятные, может быть, лозунги, но одновременно, которые уводят вас от реальной причины. Потому что сейчас огромное количество провокаторов будет вам говорить, что, дескать, зачем кричать что-то против Путина. Давайте кричать что-то вот против других людей. А Путин-то на самом деле молодец. И схожие вещи будут вам говорить. И всячески уводить вас от реального протеста. Кто-то будет пытаться вас убедить в том, что вообще это все бесполезно. Кто-то будет говорить, давайте вообще наоборот стоять бесконечно тут. И тем самым отнимать у вас силы, отвлекать ваше внимание. Делайте все обязательно, искренне, как вы и до этого делали. Вы большие молодцы, красавцы. Мы очень вами гордимся. И знайте, что Кремль и эту оборзевшую шайку жуликов ненавидит уже вся страна вместе с вами. Жесткие задержания после сбора подписи 15 июля в Москве. Вопрос следующий. Где же у нас 31 статья Конституции вновь приняты? Почему она не действует? Ну, у нас в принципе Конституция на самом деле в стране не действует. У нас действует понятийный аппарат группы людей, которые находятся у власти. Как они решат, такая статья и будет работать. Или не будет работать. То есть, например, сейчас в Конституции есть две статьи, абсолютно противоречащие друг другу. Это вот новое про международное право 78.1, что ли, или что-то такое. И 15-е, в которой до сих пор написано, что имеется приоритет международного права. При конфликте законодательства имеется приоритет международного права над российским, над национальным. Ну и, соответственно, у них то же самое и про 31 статью. 31 статья красивая, прекрасная, она должна работать. Она же дает нам с тобой и вообще всем россиянам право выйти и сказать все, что мы думаем об этой власти. Мирно, без оружия. Они бесятся уже от этого факта. От самого факта, что люди могут сказать что-то, что, ну, я не знаю, какую-то правду о них освещает. Поэтому это одна из самых раздражающих их статей. Естественно, они плевать на нее хотели. Они приняли огромное количество подзаконных разных актов или федеральных законов, которые противоречат этой статье. И которые вообще, в принципе, не могут существовать. Они могут нас с тобой закрыть за что угодно. Абсолютно просто так взяв на улице. Любое собрание в три человека могут объявить митингом и поарестовать людей до 30 суток. Штрафы, какие они ввели за нарушение в сфере митингов, до 300 тысяч рублей. У нас, извинения за проституцию, до полутора тысяч рублей. А за митинги до 300 тысяч рублей. Это по Коапу можно четко увидеть, какими статьями власть добивает, в принципе, гражданские свободы. Там, где вот такие вот штрафы огромные, они просто обратили внимание на эту статью, вспомнили. О, можно же их гасить с помощью этой статьи. Ну-ка, давай сделаем ее вот такой вот. Вот и все. А другие статьи, им плевать на них. Потому что, ну, как бы, все используется очень точечно в каждой конкретной ситуации. И поэтому они говорят, ой, все законно, все легально. Они просто законны и все под себя пишут и все. Поэтому от того, что это все легально, это не становится справедливой ни одним местом. Знаешь, нацисты тоже все по закону делали, который они приняли. Людей там расстреливали по закону. Ну, это как-то, тем не менее, справедливости в этом не добавляется. Александр, а еще наши зрители просят прокомментировать ситуацию с заво-совхоз имени Ленина Павла Грудинина и попытками, ну, прямо скажем, рейдерского захвата этого предприятия. Ну, эта история происходит, длится уже очень давно. Я могу только лучи поддержки Павлу Грудинину передать. Потому что он очень серьезный, хороший менеджер, хороший хозяйственник. И, в принципе, у него позиция, которую он занимал во время президентских выборов по ряду вопросов, она была очень правильная. Например, по каким-то гражданским свободам, по антикоррупционной деятельности. Я думаю, отчасти он в том числе расплачивается за свою предыдущую избирательную кампанию президентскую. Хотя, конечно же, нужно понимать, что его участие было абсолютно санкционировано в Кремле, было абсолютно санкционировано во всех властных инстанциях. Ему бы никто не дал участвовать, если бы он реально шел там на победу. Но он все равно молодец, он привлек внимание к очень большому количеству серьезных проблем. Жаль только, что он от коммунистической партии зачем-то пошел. У него очень хороший бизнес, именно бизнес. Зачем при этом состоять в коммунистической партии, я не совсем понимаю. Но он занимает очень прогрессивную позицию по налогам, насколько я знаю. Которая совсем не соответствует коммунистической никакой идеологии. Но, очевидно, он, наверное, думал, что это ему даст некую страховку от преследования властями. Но, как видишь, не дало. Сейчас власть очень боится любой, даже парламентской оппозиции. Потому что, как я и говорил в прошлом видео, люди готовы голосовать хоть за табуретку, лишь бы не за Единую Россию. Поэтому они могут проголосовать и за ЛДПР, и за коммунистов. И даже за Справедливую Россию, за этого выхухоля никчемного. Просто-напросто хотя бы не за ядро. Даже понимая, что это никчемная совершенно оппозиция, и никакой оппозиции она не является. Все равно люди готовы за что-то другое голосовать. Запрос очень большой. И последний вопрос. Под занавес господин Рогозин пообещал сделать ракету для морского старта. Хорошее дело, не правда ли, Александр? Это было бы очень хорошим делом, если бы этим занимался не Рогозин. Потому что человек, который отчаянно и обидно критикует скафандры американские, и единственное, что он может сказать, что они выглядят пижонски как-то. Но как комментировать слова этого человека? У него у самого ни черта просто, просто ни хрена не получилось. Он развалил нашу индустрию, всю нашу космонавтику, которая и так держалась, в общем-то, только на советских технологиях. Ничего нового у нас там не происходит. Можно прочитать кучу откровений сотрудников с завода имени Хруничева, которые пришли туда идейно работать, поднимать космонавтику. И они просто ушли оттуда через 10 лет ни с чем, потому что там все просто разваливается, разворовывается, ни черта не работает. И этот человек во главе всего этого стоит. Ну, как бы, ну, что тут комментировать? У нас, мы более-менее делили рынок запусков пополам там с американцами еще буквально 10-12 лет назад. И даже были впереди где-то. А сейчас, если посмотреть на все графики, ну, просто вот люди, которые решили заняться бизнесом, да, тот же Илон Маск, взяли и занялись. А этот только и умеет, что вот сказать, давайте создадим ракету для морского старта. Не дай бог он реально начнет что-то создавать, на этом распилят еще чертову тонну миллиардов, на этом еще, не дай бог, что-нибудь там взорвется, опять кто-нибудь погибнет и все прикроется. Они так везде обещают. Вон, они обещали восстановить старый ледокол советский, и, значит, через три года после обещания Путина что-то там застопорилось, а сейчас вышел документ, что нет, невозможно его использовать, только утилизировать. Так со всеми их обещаниями, абсолютно. Потому что это лжецы и жулики, что от них ждать? Дорогие подписчики, обязательно задавайте вопросы. С радостью отвечу в следующих видео. И спасибо большое, огромное за комментарии. В прошлом видео их было аж 3000 комментариев. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. Спасибо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok